Друзья мои, всем большой привет! Вы находите на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юля. Спасибо за то, что смотрите наш канал и не пропускайте рекламу. А сегодняшний такой видеоролик будет очередная поездка. И вроде бы я должна сейчас сидеть в машине и так бррррррр ехать туда, в общем, несколько часов в Москву. А вот и фигушки, я уже тут. Да, дело в том, что вчера еще я приехала. Причем меня мама с папой привезли, потому что наша машина опять сломалась. Санислав Юрьевич как не чинит, в одном месте чинит, в другом разваливается. В общем, купила я вчера уже ночью запчасти, мам с папой меня докинули до магазина, купила ночью запчасти, и сегодня мы едем по нашим родственникам, обязательно заедем к бабушке в больницу, также по почившим родственников посетим, и что-то еще, и что-то еще. И в общем, еду я сегодня своим ходом на электричке домой, вот так. А еще, между прочим, некоторые подписчики мне в комментариях пишут, Юля, почему вы никогда не показываете своего папу? Вот сегодня я вам буду его показывать, смотрите на здоровье. Ну все, поехали. Вот, посмотрите. Познакомьтесь. Мама, здравствуйте. Это папа. Подожди, что-то у нас, ты какой-то высокий, мы с тобой как-то помещаемся, у нас с тобой ряшки не помещаются. Познакомьтесь, пожалуйста, это Анатолий Васильевич. Да, вот мне все говорят, почему вы не показываете папу? Вот он, посмотрите. Посмотрите. Да. Ну, передай хоть привет. Передаю всем пламенный привет, желаю, понимаешь, всех удач в жизни и благ в... Успехов в... В начинаниях. Да, во всех начинаниях. В всех ваших начинаниях. Спасибо. Вот такой вот у меня папа. Мы ехали, знаете, куда проехали? На кладбище. Ну уж снимать на самом кладбище я с вашего позволения не буду, как-то мне кажется, это не очень. Но пока мы туда идем, мы сейчас папу попросим, он нам что-нибудь интересное расскажет. Кладбище началось с того, что зэки при Сталине строили водопроводную восточную станцию. Их здесь хоронили, умерших. И с тех пор, значит, это кладбище так и осталось. Когда прошла Московская кольцевая дорога, она оказалась на территории Москвы. Вот она, Гальяновская кладбище. Вот она, сейчас я вам его покажу. Вот она. Вот так вот, видите, что у меня папа знает, я не знаю. Стыдь мне и позор. Вы знаете, они настолько, ой, это кладбище настолько старое, что здесь даже таких, как сказать, дорожек нет. И приходится протискиваться, честное слово. И тут легко заблудиться. Я вот сама одна, наверное, не найду, хотя сюда часто, ну, относительно часто стараюсь раз в год приезжать. Но сама не найду. Так, это у нас Евдокия Матвеевна. В 70-м году она еще умерла. Это моя, получается, прапрабабушка, правильно? Правильно. Глаголь. Ты нас все знаешь. Да. Евдокия Матвеевна рассказывала, что она видела царя Александра Третьего. Она жила в деревне, через которую проходила дорога на Богомолье. И куда цари время от времени ездили молиться Богу. И вот мы, говорит, девчонками выбегали на дорогу. Царь, царь поедет, царь поедет. И, говорит, царь, говорит, разбрасывал нам конфеты. Такие, говорит, конфеты вкусные были, такие конфеты вкусные были. Что, наверное, без ГМО. В деревне, да. Что, наверное, без ГМО. Откуда у них конфеты, у них пироги за счастье почитались. Да. И, говорит, вкусные. Сейчас, говорит, таких уже нет. Ну, конечно. Это, получается, твоя прабабушка, правильно? Моя прабабушка. Твоя прабабушка. Ну, я ее уже, конечно, не видела. Я родилась-то через 15 лет после того, как она умирала. Да. Так, ну, а это, получается, ее дочка, моя прабабушка. Феодосия Павловна. Бабушка Феня. Ну, я ее помню, да. Она умерла, я в девятом классе уже учусь. Конечно, я ее хорошо помню. Так, и еще дедушка у нас тут сейчас. Она дедушка вкарит. А это мой дедушка Василий Дмитриевич. Вот это муж моей бабушки Зины, который у нас, слава богу, еще с нами. И мы сейчас к ней поедем в больницу обязательно. А это вот муж ее. В 2004 году умер. Очень интересное место. Правда, вот интересное. Настолько разное, настолько все разные. У кого все заросшее, у кого все в цветах. Настолько вообще. Даже не знаешь, как передать свои впечатления. Такое своеобразное. Очень жалко, когда ты видишь, что давно никто не приходит на места захоронений. Какая-то грусть. А когда смотришь красиво и ухоженно, понимаешь, что... Даже если... Да, что помню. И даже иногда бывает, что год написан старый, там, 60-й год захоронения, а место все равно ухоженное. А иногда бывает и свежее, ну, относительно свежее, и все заброшено. Такое, в общем, двоякое впечатление. Так, ну все. Теперь мы едем дальше. Так, приехали бы к бабушке. 13-я московская больница. Папа, а что это за шоссе? Где это? Что это? Курсистский вал. Курсистский вал какой-то. Ну ладно, бабский, в общем, идем. Смотрите, какая красота. Какие красивые тюльпаны. Желтые. У меня, кстати, тоже такие есть. А это еще и махровые. Ой, а пахнет... Вот арсирин цветет уже во все. Пахнет там потрясающе. Ну, рассказывай. А что говорить-то? Ну, как ты себя чувствуешь? Чувствую хорошо. Чувствую я себя хорошо. Только вот кровь не пошла. Крыса мою пайку съела, кровь не пошла. Чего? Ой, ну надо... Чего надо смотреть? Чего надо смотреть? Помнишь? Щит и меч. Я и такую не знаю. А, не знаешь? Нет. Где собрали всех ребятишек-то в этом... Как ее? В лагере-то во время войны-то. Угу. Я не смотрела. В лагере. Я такие фильмы не смотрела. К ним пришли разведчики немецкие. Да? И спрашивают. Дети, как вы себя чувствуете? Они говорят. Чувствуем себя хорошо. Один моряк стоит и говорит. А у меня кровь не пошла. Крыс мою пайку съела. Ну, тебе... Я сейчас прошу. Пойдем домой-то. Домой? Да. Ну, чё. Я бы с удовольствием пошла, но врач не пускает. Не пускает? Не пускает. У меня же лечения нет. У меня теперь только перевели сюда. Угу. А... И праздник четыре дня. Так что... Не могла после праздников, скажи мне? Вот. Подождать. Я бы с удовольствием, я бы и вообще была. А то... Да ладно, чё ты тут? Лежишь, кормит, поет, мыть, ничего не надо, стирать не надо. Как тебя кормят? Хорошо? А... Кормят хорошо. Крой кормят, пойти хорошо. Ну, чё, нормально, нормально, хорошо. Всё хорошо, конечно, ну... Дома лучше. Да. Дома лучше. Дома лучше, да. Ничего. Порят, кормят. Спишь целый день. Спишь целый день. Вот. Ну, правда, в этом... Когда лежала в реанимации, там ещё обтирали утром каждый день. А тут не обтирали. А тут, говорит, сама обтирали. Всё понятно. Всё понятно. Ну, ладно. Так что, вот так. Ну, ладно. Ничего, нормально, конечно. Но завтра врач нас придёт, будет лекарства подбирать, и ничего не будет. Вот так. Нога отходит у тебя? Ходит, хожу, до туалета хожу. С палочкой. С палочкой, с палочкой. Давай вперёд, три назад. Давай вперёд, три назад. А ты ходи задом. Задом. Вот, хожу. Вот, сегодня вот, правда, не буду говорить. Тапки у тебя, казённые, да? Казённые тапки, да. Казённые, правильно. Правильно. И рубашка казённая. И рубашка, правильно. Какая. Нечего. Вышитая. Нечего своё таскать. Раздают. Видно. Да вот, вот, написано. ГКБ номер 13. Да. Вышитая. Глади. Глади. Да. О, какая рубаха. Будь здоров. Ну ладно. Да. Ничего. Ну, говори. Спасибо всем, кто обо мне беспокоится. Спасибо большое-большое. Добрый вам всем здоровья. Вот. Молодец. Ну вот, все, кто очень за бабушку переживает, вот так. Ничего, она весёлая, бодрая, с палочкой ходит. Уже, так скажем, получше. Больница хорошая, очень чисто. В палате шесть человек. Слушайте, ветер, наверное, дует. Вы меня как всегда не слышите. В палате там шесть мест. Но их там сколько? Просто четверо, что ли? Но лежит их там четверо. Кого-то там, в общем, потихоньку выписывают. Кормят, говорит, очень хорошо. Завтрак, обед, ужин, полдень, кефир. Всё как положено. Вот. Что ещё рассказать? Ну, больница, в общем, очень большая, конечно. На шестом этаже она лежит. Народу не очень там много. Я так посмотрела, не очень много народу. Не сильно переполнено. В больнице не жарко. Прохладно достаточно. В палатах всё чисто. В общем, вот так. Чего теперь? Все хотят болеть зимой, летом никто не хочет обговорить. Да, зимой, летом жарко болеть. Так, ну всё, теперь у нас что? Теперь Долгопрудный город. Так, друзья мои, на сегодня последняя остановка. В нашей поездке. Значит, мы в городе Долгопрудном. Ну, опять, так сказать, на кладбище. Как сказать? Так и сказать, на кладбище. Вот здесь просто огромное кладбище. Огроменное. Я даже не знаю, сколько здесь квадратных, квадратных, не знаю, где-то что метров. Мне кажется, несколько квадратных километров. Потому что пешком здесь пройти просто нереально. Нас пустили на машине. Мы проехали к нужному нам месту на машине. Просто огромное. И знаете, что я заметила? Городские кладбища, они как и городские дома. Вот все оградки друг к дружке. Прямо в притышку, в притышку, как соты у пчел. Как и квартиры. Как и дома, и все на свете. А в деревне, конечно, все это дело попросторнее. Здесь проходы как бы нормальные. Я там заметила очень интересные сделаны рукомойники. Если получится, обязательно поснимаю сейчас на обратном пути. Там обалдеть какие рукомойники. В общем, покажу вам обязательно. Ну, а сейчас пойдем к своим почившим родственникам. Так, ну раз уж я на том кладбище вам показала своих родственников, на этом, наверное, надо тоже показать. Тут вот мы немножко прибрались. Еще беночки насыпали для красоты. Это бабушка моя, мамина мама, Раиса Ивановна. Недавно она у нас нас покинула в 2017 году. Это муж ее. Я его, Василий Дмитриевич, я его не помню. Да. Ну да, в 89-м году я, в 84-м году я маленькая была, не помню его. Ну что, бабуль, все, мы у тебя тут все сделали. У меня сегодня, конечно, такой очень странный ролик. Правда, странный. Я вам показываю и почивших, и живых, и всех подряд. Ну, а что делать, это наша жизнь. Так вот у нас все перемешкают. И те, и эти. И все мы будем когда-нибудь почившими. Что с этим не поделаешь. А пока там мои мамы, папы, дядьки, в общем, все, кто сюда приехал сегодня к бабушке, грузятся в машину, я бегу вам показать тот рукомойник. Те рукомойники, которые я хотела вам показать. В общем, бегу. Так, тут вот, наверное, место для мусорки увезли ее. Трактор только что проехал. Смотрите, какие рукомойники сделаны. Фу, бегу-бегу, чтобы меня сейчас похвать. И вот такие вот они везде. Вон, там, там, там. Вот так, в общем, по всей стене. Здесь можно, наверное, воды набрать. Посмотрим. О, работает. Помыть руки, набрать воды там, если что-то нужно помыть. Но я хочу сказать, что, конечно, не то, что здесь вода на кладбище, а посмотреть, как сделан рукомойник. Сам рукомойник бетонный. Обалдеть можно. Вот. Так, ну и что, на этом сегодня походы закончены. Сейчас мы еще заедем там в одно место, к дядьке, к моему. И все, и домой я поеду на электричку, на Павелецкий возвал. Меня по максимуму отлезут. О, и за мной уже едут. Друзья мои, вот я на Павелецком вокзале. Ближайшая электричка была Экспресс, да, жрели. Я взяла на нее билет. Сейчас я вам покажу его. В общем, билет на Экспресс стоит 326 рублей. Обычный 270. Вот билет мой. Ехать мне в 18.05 отправление, в 19.40 проезжаю, почти час сорок. Сейчас я вам покажу внутри этот классный поезд. Это Экспресс. Смотрите, видите, все сидюшки разные, раздельные. Я сижу в конце вагона, у меня два сиденья. А еще у меня, блин, огромная сумка. Смотрите, какую сумку соблюдать, что она тяжелая. Капец, какая там запчасть, автомобиль, гаммортизатор, кронштейн. Я не знаю, у меня плечо отвалилось, пока я дошла до электрички. Ну что, я отправляюсь в путь. Ехать мне, я уже сказала, да, час сорок. Нужно пока отправиться на поезд. Сегодняшний ролик у меня получился такой немножко сумбурный. Ну, надеюсь, что он вам понравился. Показала я вам, в общем, все свои задумки, когда я давно хотела съездить на кладбище к своим родственникам, встретиться с родителями, просили показать папу. В общем, все задумки я сегодня успела и сделала. Так что на этом, наверное, будем заканчивать. Доеду до Кашира, с Каширой меня встретит Станислав Юрьевич. Он там с соседом договорился заехать за мной и забрать. Поэтому на этом, наверное, буду заканчивать. И пока буду ехать в пути, ролик смонтирую. И, может быть, даже вам уже выгружу. Вы уже, может быть, будете смотреть, а я еще буду ехать. Как всегда, внизу в описании ссылочки на вайбер-магазин, магазин ВКонтакте. Здесь и вот здесь что-нибудь интересное, посмотрите. А вот здесь подписывайтесь на канал. Паличком так тык. И спасибо, что подписались. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok